Во время Великой Отечественной войны свою лепту в победу внесли и труженики тыла. Один из них Тимофей Тё. Он был самым юным тружеником в Альфрамовых месторождений. И сегодня он рассказал о нелегком труде нашей съемочной группе. Как вспоминает Тимофей Петрович, в возрасте 7 лет его семья подверглась репрессии. До переселения в Казахстан они жили в Приморском крае. Страх перед неизвестной страной переполнял душу переселенцев. Мы попали как раз в станцию Лепсы. В Лепсах места не было, заселиться местным. И мы рядом с этой реке Лепсы вырыли землянку, прозимовали. А потом летом нас перевезли рядом, там был рептоват Карачаган. Взрослые мужчины, ребята лес рубили, пилили, пилорану самодельную. А мы, женщины, малолетки, делали глину, месили, делали сама. Построили дома, мы осенью уже заехали. В том 41-м началась война. Тимофею тогда было всего 11 лет, а в 12 началась его трудовая биография. В это время в Карагандинской области были открыты залежи Вольфрама. Туда его со старшими братьями отправили ковать победу. Как вспоминает ветеран, все делали вручную. От рассвета до заката длился рабочий день. Там механизировано ничего не было. Ни самосвала, ни этого экскаватора не было. Ручной труд. Этот металл лежал на глювине полтора-два метра. Чтобы достать это, нужно выкопать эту землю. Достать рудоносный слой наверх. И потом лотком надо промывать. После войны участник трудового фронта переехал к своей сестре в село Монорал. А в 1952 году пришла повестка в армию. Тогда ему было 22 года. Служил в родных краях. После армии он устроился на швейную фабрику «Красный Октябрь» и работал там 23 года. Вместе с женой Александры воспитали двух сыновей. Помимо работы Тимофей Тё занимался фехтованием. А научился этому виду спорта в армии, говорит ветеран. После окончания службы открыл первый кружок в Талдыкургане, где обучал школьников искусству фехтования. Это 1956 год. Всеказахстан 9-й, всеказахстанский спартак я добывал. И каждая область должен вести республиканское соревнование команды фехтовальщиков. Я тут организовал, подучил ребятам полгода. И мы поехали в первенство республики. И наша команда Талдукурганская в парапире даже заняли третье место. За трудовую деятельность Тимофей Тё был награжден орденами за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Ленина и ударник коммунистического труда. Асим Кощегулова, Сыхат, Хосеин, телеканал ЖТСУ.